Добро пожаловать в первый за Уралом и один из самых высокотехнологичных музеев газотранспортного предприятия ПАО «Газпром» – Музей истории и достижений «Газпром Трансгастомск». Это не просто летопись предприятия по сути на площади в 400 квадратных метрах в семи залах. На 39 интерактивных инсталляциях представлено несколько эпох в развитии газотранспортной системы Сибири и Востока нашей страны. Наш музей был задуман к 40-летию предприятия. В течение трех лет над его созданием и наполнением работали около 300 человек. На этом стенде указаны фамилии всех, кто собирал информацию, воспоминания очевидцев, искал редкие артефакты и экспонаты, систематизировал архивы. Все они создатели музея, и мы говорим им спасибо. Посмотрите слева – стенд с архивными фотографиями эпохи 70-х, начало работы компании. На фотографиях вы можете увидеть ее будни и праздники, яркие эмоции на лицах. А теперь давайте отправимся в прошлое. Июнь 1977 года. Кабинет министра газовой промышленности СССР. Сабит Аруджев, человек, стоявший у истоков развития газовой отрасли, диктует своему секретарю приказ о создании Томск-Трансгаза. Подмерный стук клавиш появляется текст приказа. Так начиналась история первого за Уралом газотранспортного предприятия. Стекло становится прозрачным, и вы видите копию того самого приказа, а оригинал хранится в Министерстве энергетики. За стеклом расположена и печатная машинка тех лет. Перенесемся в далекие 70-е, когда началась наша производственная история. Вот в таких штабных вагончиках проходили будни руководителей. Здесь проводились совещания, оперативки, кипела жизнь. В штабном вагончике размещены реальные артефакты того времени. Например, газета «Красное знамя» с датой издания 28 июня 1977 года. Это дата рождения нашего предприятия. Здесь размещены строительные чертежи, телефонный справочник Министерства газовой энергетики, коммутатор. А на экране старого лампового телевизора транслируется реальная хроника строительства магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ «Парабель Кузбасс» в киножурнале «Сибирь на экране». В Западной Сибири продолжить формирование крупнейшего территориально-производственного комплекса главной базы страны по добыче нефти и газа. Это слова из проекта ЦК партии к 25 съезду. Частью этой грандиозной программы является строительство газопровода Нижневартовск-Томск-Кузбасс. Бригада Василия Ивановича Кравченко первой приступила к сварке труб на участке возле поселка Дзержинского недалеко от Томска. Члены бригады рабочие самой высокой квалификации. От богатых недр Тюменского севера потянулись к сибирским городам, к нефтеперерабатывающим комбинатам, тысячи километров стальных труб. Вот еще одна плеть готова. И так в любую погоду. Субтитры создавал DimaTorzok